Не жрать! Ну что, я думаю, что самое главное начать с завтрака. И завтрак у меня начинается с воды. С алкоголя. Куда-то они запрятались. В Англии я обычно беру эту воду ФОС. Ее можно использовать как графин для воды, поэтому после того, как вы выпили, просто наливайте вода кипяченая. Ну или просто используйте как модную вазу для цветов. Так, ну сам завтрак я бы начала с хлопьев или какой-нибудь каши, присыпанная ягодками, фруктами и чем-нибудь славею. Потому что с утра вам нужно очень много энергии, и сахар как раз-таки для бодрости. Я бы, наверное, выбрала овсяный хлопьев. Хотя, насколько мне известно, что у меня себя брали быстрорастворимую кашу, поэтому лучше просто иметь цельные отруби. Но пока я их здесь не вижу, мы возьмем вот эти. Еще я огромный любитель творога и всех малыших продуктов, которые я любила есть на завтрак. Единственное, что в Англии творог достать нереально, а если и можно, то по огромным ценам. Поэтому, когда я приезжаю в Россию, я стараюсь наесть всем полным мерам. Вот это вот самое главное слово – обезжиренный. Если вам он кажется суховатым, можно добавить ложку йогурта или сметаны. Но лучше бездержаться. Видите, вы как вылезли на домах, да? Вот туда мы с вами не пойдем. Еще к разговору о завтраках, о здоровых завтраках. Я обычно беру вот такие готовые мюсли с примесью изюма и других сухофруктов. Обычно в России сейчас цены вот такие гострашающие, но в Англии это все стоит не дороже двух пунктов, поэтому если мне лень готовить кашу, я просто добавлю молока, ложкой буду это кушать. Но самый главный для меня секрет – это то, что я не ем после шести, но чтобы перебить чувство голода и боли в животе, который меня может одолевать после часов так десяти, я обычно кушаю обычный йогурт перед сном и ложусь с чувством, ну, более-менее легкого голода, который приемлемый для сна. А то потом кошмаром будет снять. Еще обычный хлоп я заправляю соевым молоком, у него такой сладковаткий привкус. Единственное, что меня очень сильно пугают цены. Например, в Европе это будет, ну, не дороже двух евро. Например, здесь отдавать 400 рублей за обычное молоко. А это маленький секретик. Ну, когда по утру можно себя побаловать чем-нибудь сладеньким. Вот видите, тот одел. Вот я бы его весь съела, от начала до конца. Лиз, я чувствую себя оператором контрольной закупки. Ты что, с первого канала? Да, с первого канала. Я Гусеева, мне кажется. Гусеева. Гусеева, который уходит за... А где женихи? А вот и женишок у нас. Побежал, побежал от нас. Догоняем. Очень люблю всякие группы. Моя любимая это кускус. Она универсальная, ее можно готовить и с рыбами, и с мясом, и добавлять просто в салатики. Поэтому... Она выглядит как каша... Как она называется? Манная? Ну да. Ну да. Но это вкус. Не путь. Мне там, кстати, девочка за кадром. Ты советовала попробовать суп-пюре. Легко готовится, да? Конечно. Просто залил водой, готовил. Ну, вообще попробуй. Залил водой, добавил сливки и сыр. Еще я очень люблю сыры. Особенно сыр пармезан. Вот в этом отделе ощущение, что все воняют не вкусным сыром, а просто высокими ценами. Ну, а в качестве гарнира или легкого душа обычно я делаю овощи. Сначала и фрукты, и овощи, и овощи, и овощи. Ну, на обед я обычно беру рыбу или мясо, но если рыба, то только красный. Не знаю, почему так получилось. Там очень много омеги-3, рыб и жир. Это все очень полезно. Такое жирное для волос в том числе. И за сок. В соке очень много сахара. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ты любит? Думаю, на пасашок можно взять себе куличку белого полусухого. Ах, нет, у нас в виде 18 минус, поэтому, я думаю, нас заблокируют. Дети, это не для вас. Немногие знают, хотя в таком-то виде я упоминала, что чернослив, вот это... Любимая еда. Я без него не могу. Я его добавляю и в рыбу, и в мясо, и в десерт, и в творог, и все, что съедобно и не съедобно, оно всегда будет в течение слива. Больная, но чернослив. Чернослива озабочена. Ну, я надеюсь, что вам понравилось мое видео, оно будет полезным. И, как вы знаете, что все погоды по магазинам городовым обычно заканчиваются именно так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, я поехала? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok